Новый пакет помощи от США и санкции против России. Новости за 28 сентября. США предоставит Украине еще 18 ХИМОС в рамках нового пакета помощи на 1,1 миллиарда долларов. Тем временем Еврокомиссия разработала новые антироссийские санкции в связи с недавними решениями российского диктатора Владимира Путина. Более подробно о случившемся в среду, 28 сентября, в материале РБК Украина. Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с России по обмену всех на всех. Украинские силы укрепляют позиции Улимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая новые населенные пункты. Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что до конца 2022 года ВСУ оттеснят оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года защитники могут оказаться в Крыму. Россияне ударили по нескольким населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли пять гражданских, еще десять человек ранены. Захватчики ударили по Николаевке Донецкой области. Ракета С-300 попала в школу, где было обустроено укрытие для гражданских. Во время обстрела там были люди, одна женщина погибла. Окупанты ударили фосфорными снарядами по одному из сел Запорожской области. В результате атаки сгорело несколько домов и школа. Администрация президента США Джо Байдена намерена вести новые экономические санкции против России. В частности, планируется отключить ряд банков страны-агрессора от системы SWIFT. Американские законодатели включили 12,4 миллиарда дополнительной помощи Украине в законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который должен рассмотреть Сенат Конгресса США. Украина в октябре может получить от Германии первые современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Этих ПВО нет на вооружении у самого. Бундесвера Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгей заявил, что ЕС предоставил Украине 500 миллионов евро бюджетной поддержки. Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. 2022 года. Рейсы из этих городов также не будут производиться. Украина получит от США еще 18 ХИМОС в рамках нового пакета помощи. США предоставит Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи. В новый пакет войдут 18 ракетных систем, залпового огня, ХИМОС и снаряды к ним, 12 систем для борьбы с беспилотниками «Титан» и средства на закупку около 300 автомобилей для перевозки тяжелого оборудования, радаров, средств. Связи и наблюдения. Йог предложила ввести новый пакет санкций против России. Что в него вошло? Еврокомиссия разработала новый пакет антироссийских санкций на фоне недавних решений президента РФ Владимира Путина. Предлагается расширить список санкций Евросоюза против физических и юридических лиц, причастных к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Также планируется ввести новые ограничения на торговлю с Россией, а именно, утвердить новые санкции на импорт. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Продукции российского производства, которые лишат страну агрессора дохода в размере 7 миллиардов евро и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в РФ, как ключевые технологии, необходимые для ведения войны. ЕС также намерен применить крымские санкции ко всем неподконтрольным Украине территориям. Кроме того, в Евросоюзе рассматривают возможность добавить 30 физических лиц в новый санкционный список против РФ. Среди них российский певец Николай. Расторгуев и идеолога русского мира Александр Дугин. Путин после мобилизации хочет захватить Харьков и Одессу, Блумбок. Президент РФ Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными. Некоторые люди, близкие к Кремлю, считают, что Россия в конце концов сможет вернуть инициативу и продвинуться дальше в Украину, возможно, захватив ключевые города, включая. Озвучено Яндекс Спич Кит. Харьков и Одессу, которые ей не удалось захватить до сих пор. Источники говорят, что в результате от Украины останется лишь обломок ее довоенного положения. Хотя это кажется неправдоподобным, учитывая недавние успехи Киева на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-нибудь урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений. Процедура аннексии оккупированных территорий Украины может занять. 12 дней, СМИ, согласно российскому сценарию, после проведения так называемых референдумов о присоединении к РФ, Путин должен признать независимость оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом независимость псевдореспублика ЛДНР Россия признала еще 21 февраля 2022 года. Затем РФ должна заключить договоры с регионами, которые Путин передаст на ратификацию российскому парламенту вместе с законопроектами о принятии новых. Субъектов. Представительница Верхней Палаты Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит вопрос присоединения 4 октября. То есть вся процедура аннексии, включая проведение референдумов с 23 сентября, может занять 12 дней. Часть Украины накроют дожди с грозами и туман, прогноз погоды на четверг. По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Ночью в северо-восточных областях и на крайнем западе страны днем В. В большинстве районов правобережья ожидаются небольшие дожди. При этом в Закарпатье прогнозируется умеренный, днем местами значительный дождь и гроза. На остальной территории, без существенных осадков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова